Первые три места это будут ситошишки, кашиш, мефедрона. 330 миллионов долларов, хорошо, оборот одной наркоплощадки. Сажая потребителей и сажая курьеров, как бы, ну это бесполезная история. Рост на 350% чистыми наркотического рынка России за год. Фентанил это героин X100. У тебя подъем от этой эйфории сильный, ты прям, тебе классно, классно, классно. Но тем больнее тебе обратно, в обратное состояние возвращаться. Они, грубо говоря, вершат закон мимо государства. Вот это самое страшное, на самом деле. Друзья, привет! Новый выпуск Люди Про сегодня. Darkmetrics, Мариарти все рвет и рвет на своем канале. Что-то он там много говорит, да, у Коваленко сейчас был. И хотелось бы все-таки узнать, так ли все сладко, как он говорит, да, и вообще ситуацию на этом рынке, число сделок и так далее. Вот с нашим давним другом 151 выпуск по счету снимаем. Darkmetrics, автор телеграм-каналов и наш постоянный консультант в этой теме. Прошу любить и жаловать. Привет! Ну, сколько мы не виделись так, год, наверное, с тобой, может, полтора уже, да? Что у вас там на вашей грядке происходит вообще? Как изменилась ситуация за год на наркорынке? Может, его вообще уже не существует в России, да? Стоит ли обсуждение? Привет! Ну, да, почти год уже, 10 месяцев прошло. И как раз, в принципе, за 10 месяцев, ну, да многое что изменилось. Оно, знаешь, с одной стороны, вроде бы не изменилось, все люди те же. А цифры как меняются, конечно. Я теперь даже сегодня хорошенько подготовился, я пришел прям с цифрами, с интересными, со всякими. Так что сможем пообсуждать. Давай, например, по поводу объема продаж. Они, соответственно, растут. То есть, если брать основные площадки, по которым мы собираем, то есть там их много, то есть там их сейчас порядка, по-моему, 18 площадок, но это все мелочи. То есть они либо местечковые, региональные, они в масштабах общей торговли, они вообще не роляют. То есть зимой было 5, сейчас, по факту, осталось 4 площадки такие, которые живые. Соответственно, это Мега, Солярис, вот уже неживой ОМГ, Кракен и Блэкспрут. И, соответственно, основная борьба, ОМГ, оно вообще живет в своем мире, какие-то цифры там есть, но отдельно тоже расскажу. А так основная борьба, это вот идет Мега, Блэкспрут и Кракен, соответственно, между собой. И вот смотри, если у нас в начале года суммарно на этих площадках трех было 5 миллионов 468 тысяч сделок. Это за все время или за год? Это, смотри, это именно вот на момент конца января 2023 года. Вот в тот момент была такая цифра. Сразу, то есть оговорюсь, это три площадки вот эти основные, потому что, допустим, на Меге мы не видим сделки. Мы видим сделки на ОМГ, мы видим сделки на Блэкспруте, мы видим сделки на Кракене. Именно Блэкспрут, ОМГ и Кракен в начале года это было 5,5 миллионов сделок. На сегодняшний день на этих трех площадках суммарно 17 миллионов 400 сделок. То есть, соответственно, мы имеем цифру в 12 миллионов сделок. Это за 10 месяцев. Информация Как много знает о тебе твой телефон? Соцсети, сервисы. Мы сами передали им всю информацию о себе. Глаз Бога покажет, что знает о тебе весь интернет. Ты вот сколько статистику, за какой период брал? Я пытаюсь понять 5 миллионов сделок. Это за сколько лет было? За год, за два? Наверное, за год чем-то. Тут надо, да. Тут смотри, понимать надо, что, допустим, Блэкспрут, он появился, скажем, он существовал в каком-то виде еще до падения гидры, но там было очень мало сделок. То есть, мы смотрим отзывы, там за два года какие-то копеечные отзывы. ОМГ тоже существовало. Того же Кракена не существовало как площадки. То есть, у Кракена, например, на момент, когда мы с тобой первый раз встречались, у него было 50 тысяч сделок. Сейчас у Кракена 4 миллиона 900 сделок. То есть, вот за почти... У них годовщина будет вот там в начале декабря. Соответственно, за год вот они 5 миллионов сделок совершили. Ну, давай просто грубо прикинем, что вот на тот момент, когда 5 миллионов, да, плюс-минус они там по годику просуществовали. Какой-то больше, какой-то меньше. Вот за годик существования вот больших этих площадок наркотических сделок в России. И это, наверное, еще и с диспутами отмененные и так далее было 5 миллионов, да. А с января, если с конца считать, вот сколько там, 10 месяцев прошло. И количество, ну, утроилось. То есть, 17 миллионов, 12 миллионов. То есть, образно, рост за год, невзирая там, какие цифры были, за сколько они месяцев или лет собраны, рост за год чистыми более 200%. Да, и еще момент, то, что мы не видим Мегу, а Мега, как бы, это тройка лидеров. То есть, это еще миллионов, ну, на вскидку, ну, не меньше, я думаю, пяти сделок. Как минимум, давай просто, мы не знаем, мы не знаем сколько, поэтому просто по среднему возьмем еще 5 миллионов прибавь от Меги. То есть, это 300%. Ну, 300% рост наркорынка в России за год, вот, 10 месяцев. Ну, за год будет даже 350%. Ну, не кислые такие цифры, а просто Меганыч, да, говорил, я просто сегодня интервью-то смотрел, случайно, давно лежал, а хотел глянуть, что же он там наговорил. И он говорит, что, типа, они сейчас номер один по сделкам, и он приводил графики, ничем не подтвержденные, просто отрисованная анимашка, что, в общем-то, у основного конкурента на букву «С» упали продажи, а у них вот кратно выросли там в разы. Поэтому давай, да, добавим 5%, и того получим 20 лямов или рост на 350% чистыми наркотического рынка России за год. Цифры внушительные, огромные, прямо скажу, цифры я не ожидал прямо такого роста. Обычно он, знаешь, линейный какой-то там на 20-30-50% в год, но не кратный, не на 350%. С чем связана такая ситуация? Это закономерно, просто, понимаешь, у нас нет главной вещи, с которой стало бы сильно понятней. Это нужно смотреть, какие продажи у «Гидры» были за, допустим, тот примерно за год. Там обороты какие-то предполагают, но у меня просто данные раздроблены, я сейчас потихонечку собираю эти данные, то есть люди присылают, пытаемся картинку какую-то собрать, как мы соберем, будет понятно. Просто непонятно, это много или мало. Рынок, скорее всего, восстановился, и рынок, скорее всего, расширяется. Расширяется почему? Потому что «Гидра» как таковая, она существовала, и она, откровенно, на последние годы она не рекламировалась, ты понимаешь, что какие-то шоу порекламировались, но «Гидра» она сама, она просто была. А сейчас, из-за того, что появилось много площадок, конкуренция какая-то между ними идет, постоянная конкуренция за пользователей, конкуренция за продавцов, соответственно, идет дележка, и, допустим, тот же «Мориарти», он ушел на YouTube, он пошел собирать аудиторию с «Клернета», с «Ютуба», да? «Кракен» с «Блокспрутом» собирают там с «Телеграма» аудиторию, и все. То есть, в принципе, охваты, получается, растут. Сами магазины еще, опять же, дают какую-то рекламу и в «Телеграме», и в «Клернете», и на улице, там, трафареты, вот эти все, всю историю рисуют. Поэтому, соответственно, грубо говоря, получил просто больше, больше рекламных действий стало появляться. У меня есть, кстати, интересные, знаешь, цифры такие. У нас, мы по «Кракену» начали собирать, у них очень подробный кабинет пользователей, скажем так, и там есть интересные цифры. То есть, мы можем посмотреть количество пользователей, например, да, сколько денег эти люди потратили, сколько сделок они совершили, соответственно, и средний чек. Вот. И, соответственно, у нас, допустим, в начале года на «Кракене», это апрель, апрельские цифры, уточню, если было 65 тысяч пользователей, то есть, тут момент такой, что это пользователи, которые совершили покупку и оставили отзыв, хоть один. Есть еще довольно большое количество пользователей, которые совершают покупки и не оставляют отзывы. То есть, таких мы не можем никак увидеть. То есть, мы смотрим только это. И вот, если в апреле это было 65 тысяч, и они совершили 930 тысяч сделок со средним чеком 6 тысяч, и потратили они совокупно 4,5 миллиарда. На сегодняшний день, вот на ноябрь, это у нас уже 188 тысяч пользователей, которые совершили 5 миллионов 200 тысяч сделок со средним чеком 5700, и потратили они 28,5 миллиардов. Ну, 28,5 миллиардов по сегодняшнему курсу, это не так уж прямо много, это сколько там, 300 миллионов долларов. Да, ну, смотри, я бы эту цифру где-то, наверное, прибавил еще 30% сюда, но это не заработали, это же опять, это оборот, понимаешь, да, площадка. Да, ну, 330 миллионов долларов, хорошо, оборот одной наркоплощадки. 330 миллионов. Какая комиссия в среднем маркетплей состоит? 5, наверное, в среднем 5, ну, там от 3 до 5, опять же, по категории может у кого-то различаться, соответственно, ну, в среднем можно считать 5, наверное. Ну, короче, грязными 15 лямов заработали, грязными, опять же, вычесть зарплаты на безопасность, на рекламные активности и так далее, 15 лямов грязными, ну, максимум 10 чистыми за год, ну, как-то я думал, там цифры посерьезнее, конечно, в этом бизнесе. Помимо этого же еще есть аукционы всякие, да, истории, то есть, которые чистыми денег довольно много приносят, то есть, допустим, вот там у того же Blacks Prod, там недавно прошел аукцион, они, по-моему, 50 миллионов рублей на нем заработали вот сейчас. Ну, ладно, ну, посчитаем там 20 лямов долларов, ну, окей, от этих цифр и будем плясать, то есть, площадка, имея там 5 миллионов сделок за год, зарабатывает там 10-20 миллионов долларов. Согласен? Ну, грубый подсчет. Ну, грубо, грубо, наверное, можно, да, сказать. Ну, опять же, их, считай, таких 4. То есть, 40, 70, там, 80 миллионов долларов зарабатывают 4 монополиста, таких самых крупных игроков в интернете на рынке наркотиков. Я думаю, вы все знаете, что такое VPN, но на всякий случай еще раз скажу, что VPN-сервисы используются обычно для двух целей. Первое, это для доступа к заблокированным сайтам, и второе, для смены вашего реального IP-адреса со всеми вытекающими плюшками. В интернете, само собой, можно найти много сервисов, но принципиально все они делятся на два типа. Платные и бесплатные. Бесплатные обычно имеют низкую скорость, не дают должной анонимности, сливают ваши профили рекламодателем или вообще используют ваше устройство как прокси-сервер для разных неприглядных действий. Платные в основном лишены этих недостатков, но также имеют два минуса. Не всегда выдерживается высокая скорость соединения из-за большого числа пользователей на один сервер и исходный код их приложений непрозрачен. И многие исследователи склоняются к тому, что некоторые VPN-ы созданы напрямую иностранными спецслужбами. Среди всего этого разнообразия действительно трудно выбрать хороший VPN-сервис. К счастью, я могу порекомендовать вам действительно хороший VPN-сервис, которым уже давно пользуюсь сам и который лишен всех этих недостатков. Встречайте UFAST VPN и слушайте, почему он лучше. Во-первых, UFAST VPN использует протокол OpenVPN с открытым исходным кодом для обеспечения вам быстрого и защищенного доступа в интернет. Также ребята доработали шифрование трафика, используют SSL для соединения и поддерживают все протоколы. При этом нет утечек WebRTC и прочих. Также UFAST VPN использует Telegram для раздачи VPN, поэтому его невозможно заблокировать или удалить из App Store. UFAST VPN с вами везде, где есть Telegram. В-третьих, в отличие от многих бесплатных VPN, UFAST не собирает и не продает какие-либо данные о тебе. Журнал логов удаляется с их серверов моментально, а точнее просто не ведется и никто не хранит историю ваших посещений. Также сервера UFAST VPN не имеют ограничений по скорости трафика. Используют серверы только с каналами до 10 гигабит, а VPN работает на всех устройствах. YouTube в 4К вы можете смотреть без задержек. Ну и самое интересное, UFAST вы можете получить не только VPN, но и проверить свой IP на частоту, проверить его рискскор, фроцскор, а также то, как видят вас другие сервисы или товарищ майор. ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на UFAST VPN найдете в описании. еще момент есть. Тут я ничего не могу сказать, просто чисто уточнить, чтобы для понимания, что у некоторых площадок еще есть внутри свои обменники. Я читал недавно статью в одном Телеграм-канал там человек рассуждал на тему, не то чтобы точно, но рассуждал, сколько зарабатывает в целом магазин и сколько зарабатывает обменник. И там получалась интересная штука, что обменник на обмене, ну грубо говоря, с громовой позиции, обменник зарабатывает примерно столько же, сколько зарабатывает магазин чистыми. Понимаешь, да? То есть если, грубо говоря, то там тоже, допустим, мега у них там свой обменник, например, один-единственный, то представь, вот они сделали 5 миллионов сделок, да, с каждого миллиона, ну из этих 5 миллионов они заработали там какую-то, ну минимум там 500 рублей, а то и 1000 рублей. Ну то есть в среднем вообще 20% от чека, как бы считай, то есть там неплохие бабки тоже получаются. Ну умножим еще на 2 туда-сюда и получится, что там 80-150 миллионов. Ну вот это уже, да, ближе, короче, 80-150 миллионов, еще 50 накинем на мелких игроков, на всех вместе взятых, и получится, что 200 миллионов зарабатывают наркоторговцы в интернете. Ну мелкие, слушай, там мелкие разные есть, то есть есть мелкие, например, там местечковые площадки типа Матанги, там Дарксайда, там на которых там 10 магазинов, блин, и вообще, ну там особо оборота вообще нет, то есть, допустим, есть такая площадка Зеленый мир, она, ну, исключительно по марихуане специализируется, скажем так, и у них там количество сделок, что-то я, если я мог сейчас опускать, соврать, ну там 20 тысяч сделок у них, что ли, ну такое, то есть это, грубо говоря, у них там количество сделок соразмерное продажам одной площадки за день. А я хотел просить, сколько тебе Мизулина платят на новой должности? Я не знаю, я смотрю на нее, я не понимаю вообще, зачем она существует, потому что, ну, с одной стороны, знаешь, как будто какое-то здравое, мне, конечно, меня там растерзают, наверное, в комментах, но здравое какое-то зерно, наверное, там должно было бы быть. Начиналось, начиналось, и как в этой пословице, да, благими стремлениями выстлана дорога в ад. Но настолько они все это извратили, настолько они это сделали отвратительным, то есть, ну, то есть, возвести в какое-то абсолютное вот это доносительство, да, на людей, и не почему, а просто ради доносительства, ради доносительства, то есть, и по факту, если разобраться, если вот отбросить шелуху всю, ну, как она говорит, я не эксперт, это просто вот рассуждение, да, они борются только лишь со следствием с каким-то, да, то есть, они всегда будут сзади где-то находиться, и они будут всегда просто какие-то корешки, точнее, корешки, а листики какие-то собирать, людей непричастных, там, косвенно влияющих, да, что она делает полезного, она ничего не делает полезного, в плане, именно я конкретно, вот, посадок там, блогеров она кошмарит, ходит, ну, хорошо, они пришли к ней, сфотографировались с ней, поулыбались там, но от этого они изменили свою позицию по-настоящему, что ли, да нет, не изменили, они просто, как бы, принимают правила игры, и начинают, скажем так, по повесточке работать. Ну, а что она кайфанула, то есть, ну, представьте, в руках с нихуя появилась такая неограниченная власть, по сути, ты стал суперпопулярным чуваком, блядь, и к тебе, как в песне Оксимирона, да, Лига опасного интернета, их вызывают на ковер, на поклон, хотя они не мусульмане, туда залетали даже некоторые лица, которых я прекрасно знаю, и я прям не ожидал, потому что, ну, до этого я мог где-то респект какой-то высказать, а потом, ну, ну, в общем-то, если песню Оксимирона еще раз прослушать, а лучше клип посмотрите, очень прям стильный клип, я, ну, офигел, приятно, давно такого не видел, вот, Лига опасного интернета, и все, в принципе, поймете, о ком я веду речь. С Мизулиной, ладно, бог с ней, меньше, меньше упоминаний, блядь, меньше, бог не судья, меньше ей дадим, меньше ей, знаешь, дадим прям поводов для гордости, что ее в очередной раз заметили, но я, кстати, тут соглашусь, что вроде как начинание там, ну, благое было, да, начинание ей именно, вот, и тут же Оксимирон, не Оксимирон, а Маргенштерн, Собчак недавно обсуждали, что, блядь, ну, как она это делает, вот с Милохиным этим, да, вот, вот просто прям реальный показательный случай с Милохиным, ну, приехал чувак, мало этот безобидную Москву, там, чего ты траплю-то против него устраиваешь, за ним бы еще приехал, там, Маргенштерн приехал бы, там, айтишники какие-то, которые бы потепление увидели, да, нет бы, блядь, повестку, мы пытаетесь сучить, ну, так раздайте прямо, давайте тогда, если уже на то пошло, я вот откровенно сейчас говорю, пусть тогда при выходе с самолета, прямо, ну, трап подгоняют, и какой-нибудь метр, там, до самолета, да, и вот метр вот этот вот, повестку получил, ну, перешел, не получил, все, не перешел, потому что это уже, естественно, абсурд, и я думаю, что, глядя на Милохи, ну, сто процентов много людей, которые, может, и планировали бы вернуться, вообще не артистов, а именно айтишников, там, бизнесменов, да даже из моих знакомых, они хрен вернутся когда, потому что зачем им эти игры, они уехали тогда, а сейчас, ну, получилось все, где-то кто-то уже обжился, а многие с семьями, это детские сады, школы в других странах и так далее, может быть, уже и думали бы вернуться, а сейчас думают, не, второй раз так может не повезти, и это, конечно, ну, на самом деле кошмар, и Мизулина, конечно, ну, для нее классно, а для страны, я считаю, это трагедией, безусловно. Слушай, ну, момент, хорошо, в том час, по поводу вот именно вот этой вещи, что там самое страшное, что она, как бы вот это подмена, вот это, знаешь, вот этих движений, активистских, да, которые, вот лев против, вот эти все, стоп хамы, оно вроде бы хорошо, да, посыл вроде бы нормальный, ребята там что-то, но оно же подменяет собой по факту действия государства, да, то есть они, грубо говоря, вершат закон мимо государства, вот это самое страшное на самом деле, задержали в телефоне, были координаты, пошли по координатам, 200 грамм амфетамина, сильно очень-очень растет количество ваку, прям, именно запросов на курьеров, то есть не может быть, в стране с населением там за миллиард, не быть наркотиков, каких-то там проблем с ними, с альфа люди снимаются, шишками, с мефа люди снимаются, шишками, с амфетамина снимаются, там, с ЛСД просто вместе шишки употребляют, гидрав считается самым долгоживущим маркетплейсом в мире, потому что показывает наша статистика, очень сильно расходится с тем, что показывают в ежегодных отчетах МВД, да, или смотри, например, я там разговаривал с властимущими некоторыми, пришлось, и они говорят, типа, а чего мы не понимаем, чего айтишники не возвращаются, вот, я говорю, ну, хотя бы первый момент, да, если вы вдруг не в курсе, а многие, кстати, не в курсе, что для того, мы же им типа даем бронь от Минцифры, чтобы их не забирали на фронт и так далее, я говорю, а вы вообще в курсе, что по Минцифре, по этому закону, ты не достаточно быть просто айтишником, даже суперквалифицированным, ты должен иметь однозначно профильное образование, то есть первая фирма должна быть аккредитована в Минцифры, как айти компания, с соответствующими там отчетностью, ну, и льготами, кстати, тоже, но это должна фирма быть одобрена предварительно, ну, это правильно, окей, но в ней не может, вот я бы не получил никогда, хотя там веду десятки проектов в айти, то есть, а если бы я закончил какой-нибудь там, не знаю, вуз программистки, да, и вот это большая недоработка, и они говорят, о чем они возвращаются, ну, так если вы не знаете, что левая рука не знает, что делает правая, ну, о чем говорить, ну, это ладно, мы отвлеклись, бог с ними, или не бог, а спонсор канала нашего сегодняшнего, не Dark Metrics, и не Sprut, и не Mega, и так далее, а хотелось бы, спонсор канала нашего сегодняшнего, BitPapa, наши друзья, вот в Телеграме, где можно выгодно, быстро, практически, анонимно купить, продать крипту, прямо не выходя с телеги, все ссылки в описании. Вещества, в лидерах по продажам, потому что, вот сейчас небезызвестный нам господин, да, о котором мы сегодня уже упоминали, сегодня вот прям говорил, что по их статистике, на их площадке, 51.29, это у них была Гаш и Мэри Джейн, 51%, потом 30 чем-то, 37% примерно, это Мяу, и на третьем месте была Альфа ПВП, число продаж, который неуклонно снижается, и который занимает, там, 10%, но остальное сборная солянка, уже не будем называть, все и так знают, о чем речь. Что ты скажешь по поводу этой статистики? Смотри, я тут же, опять же, у меня есть цифры на эту тему, по Black Sprout, по Меги, по ОМГ, и по Solaris, по Kraken нету цифр, потому что у них там, ну, это наши недоработки, там, ну, скажем так, у них тяжело выделить товары в категории, они у них общими, там, опиаты, стимуляторы, и поэтому я их не стал включать, это долго неудобно. По поводу продаж в Меги, у меня, вот это, я сейчас буду называть, это количество товарных позиций, то есть, это, грубо говоря, сколько всего минимум закладок по каждому товару, да? То есть, если мы говорим про Мегу конкретно, то Мефедрона там 9 439, минимум, Гашиш 7 555, Шишки 5 тысяч, Альфа 4 тысячи. Ну, то есть, в целом... Подожди секунду, я запишу 9 400 Меф, а 7 500 это что там? Гашиш. Гаш и Шишки, да? Нет, Шишки 5 тысяч. И что потом еще идет? Альфа 4 тысячи. И давай посчитаем сейчас вот, посмотрим, расходятся ли слова с реальностью. Во-первых, я пока считаю, ты скажи, на чем основаны твои данные? Ну, мы собираем данные с площадок, каких-то прям ежедневно собираем уже, к базам подключенные, в автоматическом режиме собираются, какие-то вручную собираем. Ну, Мегу, допустим, мы очень редко собираем, потому что площадка неинформативная, там практически, кроме предложения, смотреть нечего, то есть, там отзывы показываются прям мало их, мы их собираем ежедневно, но тяжело картинку, ну, такую сказать, объективную составить, именно по поводу спроса. То есть, предложение мы, да, видим, вот я предложение рассказываю. То есть, это данные свеженькие, прям буквально собранные вот вчера. Хорошо. И что у меня получается? Я еще 10%, я посчитал общее число сделок, сейчас всего что-то перечислил, и увеличил на 10% за счет продажи всяких... Но это не сделки, Сергей, это не сделки. Ешки и всего остального, да, более интересных вещей. Хорошо, у меня получилось, что 1%, 1% продаж, это 309 этих, 309 продаж. Короче, 31 тысяча, допустим, закладок. Вот, считаем, 1% берем 310. 9400, ты говоришь, делим на 310, и получаем 30%, 30%, равно 30 и 3%. Потом, Гаш и шишки я посчитаю вместе, потому что он считал их, это у нас получается 12500, правильно, 7500 плюс 5, 12500 разделить на 310, и мы получим так, равно 43%, и 4000 разделить на 310, и того имеем 13% альфа, 13%, ну и что там, 5000 и, короче, все остальное разделить на 310. Итого, у нас действительно, он говорил, что Гаш и шишки у них составляют 50 там плюс процентов, 51 образно, да, у нас получилось по твоей статистике 40 и 3, но действительно в лидерах, и у нас получилось, что на втором месте МЕФ после этого, 30%, ну он тоже говорил на втором, на третьем АЛЬФА, и на четвертом получается сборная солянка, которая там занимается. Ну там дальше идет амфетамин, кокаин, они плюс-минус одинаковые. Которая 16%, да. Вот, в общем, получается 33 МЕФ, растительная вся фигня, 43 АЛЬФА 13, и 16% получается сборная солянка. Вот, такие цифры по одной площадке. Если мы говорим про Блэкспрут, вот, например, у них на первом месте МЕФЕДРОН, это 18,345, на втором месте АЛЬФА, это 10,500, на третьем, ну короче, третья и четвертая, в равных долях, это ГАШИШ и БОШКИ, там по 8,5 тысяч. Вот, ну и дальше, соответственно, бутера, там, фитамин, кокаин, экстази, там все, дальше пошло. Ну, а судя по всему, получается, что ты сейчас начнешь называть и другие площадки. У них МЕФ на втором, у Спрута на первом, и так далее. И, наверное, мы можем сделать такой вывод, да, что РАСТИШКА и МЕФ сейчас занимают, в общем-то, там, большинство рынка, то есть, где-то МЕФ даже и больше. Если РАСТИШКА, там, процентов 40, то и МЕФ, наверное, процентов 40, если, в общем, на всех площадках. Люди сейчас не употребляют один наркотик, они употребляют сразу несколько наркотиков, ну, от полинаркомания, так называемая, да, и, как бы, марихуана часто сопровождает, ну, любой другой наркотик. То есть, там, с Альфы люди снимаются шишками, с МЕФа люди снимаются шишками, с Амфетамина снимаются, там, с ЛСД просто вместе шишки употребляют. То есть, шишки – это такой сопутствующий товар, который, как бы, и часто курят, и со многими наркотиками он, как бы, идет вместе по покупке. Мы их разделяем все-таки, потому что, все равно, это немножко разные, ну, разные моменты потребления. Если это все в кучу убрать, то, конечно, будет всегда каннабиноиды всегда будут, ну, практически везде на первом месте будут. Но МЕФедрон будет все ближе-ближе подбираться, Альфа будет всегда, ну, до третьего места где-то оно будет. Все там психоделики всегда где-то в конце болтаются, героин, как ни странно, тоже где-то всегда в конце болтается, но его всегда будет опережать, к сожалению, метадон. Первые три места это будут ситошишки, гашиш, мефедрон, а четвертое место там, ну, оно Альфа и дальше кокаин, амфетамин. Вот примерно вот так. Удручающая статистика. Начали с 350 процентов, закончили, что МЕФ практически уже выбивается в лидеры. Цены за этот год, ты говоришь, растут. Рассказывай. Слушай, ну, по ценам тут смотри. Если брать в общем, вот картину прям не вдаваясь, да, в подробности, то вот практически все цены на там, все выросло где-то от 150 до 300 рублей. Вот так, в среднем. То есть на каких-то площадках что-то дороже, каких-то дешевле. Ну, допустим, вот если брать медианные цены, там у меня есть данные по МЕГе, по ОМГе и по Блэкспруту. Потому что, опять же, с Кракеном там сложно чтобы сделать, не успели мы это все сделать. Кокаин, например, на МЕГе стоил, медианная цена там на январь была 10500, сейчас он там 11100. Но это медианно. То есть понятно, что в частности где-то он может быть дешевле, дороже, но в среднем ситуация такая. На ОМГ, допустим, кокаин был 10200, стал тоже 11100. На Блэкспруте он был 11, стал 11300. И, собственно, примерно вот с ходовыми, например, с Мефедроном, там был 2400, стал 2650. Где-то он был 2500, стал 2650. То есть где-то был 2400, стал 2600. Ну, то есть там ценник, рост цены примерно, значит, ну, в моем понимании, я не могу, опять же, сказать, почему так. Но именно посмотрев на картину вот в целом, потому что по всем позициям примерно одинаковые, да, то есть рост. Опять же, мы сейчас говорим, эта подборка сцен была сделана по моментальным кладам весом 1 грамм. Ну, то есть, чтобы удобно было, понимаешь, чтобы, ну, иначе бы цены сильно поплыли, потому что там есть 100-граммовые позиции, предзаказные позиции, и у нас бы не было объективно. Это наиболее объективная, скажем так, картина, именно по розничной позиции, вот по громовой. Скорее всего, это рост из-за роста, ну, как бы оплаты курьером, потому что зарплаты, их растут. Мы делали, ну, я не доделываю сейчас статью, мы только первую часть выпустили пока, я в целом делаю исследование по рынку вакансий, именно, знаешь, то есть я сравниваю, как раз, как в течение этого года поменялся рынок именно вакансий, то есть там будут вакансии курьера, склада, перевозчика, HR-менеджеров, трафаретчиков и всего вот этого. И там в целом получается такая штука, что сильно очень-очень растет количество прям именно запросов на курьеров, то есть магазины как бы вначале там закрепились, как обычно, в каких-то крупных городах, да, а потом сейчас это все начинает распространяться уже прям абсолютно во все города, то есть ты смотришь, там тысячи просто этих вакансий постоянно идут, и, ну, суммы растут, то есть если там в прошлом году там 800-700 рублей оплаты были, ну, встречаются разные, опять же, там понимаешь, от города к городу, от магазина к магазину, от варианта устройства может отличаться, но в крупных городах там уже дана за тысячу перевалила, вот, а в цене товара в принципе самая, наверное, вот именно если брать розничные позиции, там 1-2-3 грамма, то там большая часть оплаты это как раз именно цены, точнее, это идет оплата курьеру, вот, собственно, поэтому, наверное, цены эти и выросли. А вот то, что владелец одной площадки, ну, там, или не владелец, короче, одна площадка прям бурная, сильно, я с ним снимал как-то видео, вышла на YouTube, не связываешь ли ты ее лидерство, не знаю, реальное, либо мнимое, да, с их слов, с тем, что именно они, вот, ты уже сегодня говорил, что не склернета, прям с YouTube, свежий трафик, свежих наркопотребителей себе пытаются приводить там еженедельными видео. По поводу лидерства я ничего не могу говорить, потому что я не могу утверждать то, чего я не вижу. То есть, ну, в целом, у них, да, у них есть большая цифра какая-то там на сайте висит, но, как бы, сам понимаешь, цифра на сайте, которую вы сами можете написать, но она ничего не значит. Ну, с их слов, я поэтому и сделал оговорку, что с их слов они заявляют, что они там number one. Я вижу, как бы, их канал на YouTube, я вижу их канал в Telegram, размер, да, я в целом вижу, что, как бы, они больше делают упор на YouTube, и в целом, там довольно, скажем так, завлекающий подход, ну, я не, наверное, он рабочий, но насколько он рабочий, я, опять же, не могу сказать, но в целом, там просто хорошо сработан именно маркетинг, то есть ролики качественно снятые, ролики дорого снятые, ролики с каким-то интересным сюжетом, но, опять же, плюс, понимаешь, для молодежи, мне кажется, это вот этот ореол загадочности, да, вот это какое-то не просто там бросание деньгами в камеру, там, да, а именно вот это статусности какой-то, типа, который тебе рассказывают там с какой-то историей, с ролика в ролик, там, сериал какой-то, ну, то есть большинство, очень много народу это смотрит, скорее всего, как сериал, понимаешь, то есть даже я уверен, что неупотребляющие люди в целом, но просто которые в этой теме есть, они, ну, периодически смотрят эту историю. Слушай, а ты им маркетинг ставишь? Нет, я, к сожалению, или к счастью, вообще не про маркетинг, я со своим каналом-то не могу с рекламой разобраться с каналами, какой уж мне, куда уж мне к ним-то, зачем? Так, и то го, мы можем просто это прогнозировать, да, что, скорее всего, у них увеличилось, ну, делая логические выводы какие-то, YouTube в этом помогает, ну, конечно, скорее всего, да. Снимают они, и, безусловно, интересно. Я сам смотрел немного роликов его, потому что я у себя на канале с ним разговаривал, плюс вот сейчас месяц все-таки было открыто, посмотрел у Коваленко что там. Еще я смотрел у него пару ранних каких-то роликов, там вообще, мне надо было, знаешь, посмотреть продакшн, какие фишки они используют, может, что-то у нас используют, свет там и так далее. Ну, безусловно, дорого-богато все, и я смотрел ролик, где он на кухне что-то в фартуке что-то готовит. Ну, вот, по сути, я смотрел два интервью, да, и третий, это вот что-то он готовит. Я понимаю, что это все жутко увлекательно, и, наверное, после интервью каждый вот из моих зрителей, кто меня где-то встречал, да, вот все вопросы были об этом, все. Вот раньше какие-то другие еще вопросы задавали, а сейчас все тысячи там адресованы именно «О, ничего себе! Расскажи, а ты его лицо видел?» Ну, такое, короче, все. Вот, ну, ладно, об этом, чуваке, мы, значит, уже проехали. Каналы твои, то есть, приросли, ну, понятно, что после наших интервью и так далее мы видели, что они там прирастали, но вот как бы кардинальный рост какой-то. Сколько сейчас у тебя на каналах? Около 11, ну, там что-то 10-511 тысяч, наверное, человек. Ну, прям немного. Надо исправлять. Ну, конечно, так что подписывайтесь на канал, читайте, пожалуйста, будем рады. Ну, слушай, мне нравится моя аудитория, я никогда не гнался за цифрами. Понимаешь, я не хочу быть мариархи, как бы, мне не нужны там 500 тысяч человек на канале, потому что, ну, блин, эту цифру сделать на самом деле несложно, там, пустить рекламку, загнать народ. Просто мне интересны люди, которые действительно будут читать то, что мы пишем, понимаешь? Просто, когда ты пишешь, там, убиваешь на статью месяц, полтора-два, а потом просто ее, ну, там, прочитает 50 человек, а на канале у тебя там 50 тысяч, ну, какой от этого смысл? Сейчас у меня, то есть, любой пост выходит, у меня он там в течение часа набирает, там, полторашку он набирает, то есть, чтобы мы не написали. Сейчас мы там занимаемся активно переводом большого исследования, там у него интересная очень история, на самом деле, в нем принимали участие это исследование про гидре, вообще в целом, очень огромное, оно там англоязычное, там страниц, по-моему, 50 страниц текста, вот, мы потихоньку его переводим, адаптируем, но интересный он чем? Тем, что в нем принимали участие русскоязычные ребята, где писали его, и как бы в России его на русском в итоге все равно нет, то есть, они же мне его дали на английском, я у них попросил разрешение перевести, как бы, вот мы сейчас переводим, занимаемся. По поводу аудитории, ну, она, понимаешь, как бы органически, она потихонечку растет, вот, если, ну, знаешь, что если в телеграм-каналах есть такая история, что если ты подписчик, там, с рекламы постоянно тебе нагоняются, нагоняются, то потом, как только ты перестаешь рекламироваться, у тебя сразу все начинает падать. То есть, ты не покупаешь рекламу, ну, оно, я сколько вижу, по нашему программе сегменту, прям сразу резко начинают подписчики падать. У меня они не падают, у меня они, как бы, примерно на одном уровне, плюс чуть-чуть, где-то прирастают, и все, но падения нет, то есть, она стабильная аудитория, она сидит, читает, ну, надеюсь, что нравится. А площадки не предпринимали новых попыток, там, купить себе с потрохами, ну, твои каналы, точнее. Ну, ну, как бы, знаешь, как явно, вот, чтобы кто-то пришел, там, Мариарти, мне сказал, я Мариарти, продай канал, конечно, нет, такого не было. Периодически какие-нибудь, ну, предложения поступают, но, откровенно, то есть, знаешь, я, ну, прям вот, уже настолько устал объяснять людям, что я ничего не продаю, что я просто пишу, там, человек пишется, можно купить канал, я просто пишу цену 10 миллионов, и все, и, как бы, на этом разговор у нас заканчивается. Заградительный прайс. Да, как бы, ну, если хочешь купить, пожалуйста, то есть, объяснять ему там, смеюсь, я не смеюсь, шучу, я не шучу, я не хочу, зачем мне тратить время, как бы, объяснять человеку, что за 200 тысяч я ему ничего не готов продавать. Врагов не добавилось за этот год? Слушай, ну, явных, наверное, нет, а скрытых, не знаю, может, есть какие-то, но мы в целом работаем так, что мы ни с кем не ссоримся, мы никому дорогу не переходим, самое главное, нам делить не с кем, у нас нет рекламы, мы никого не рекламируем, поэтому нам, как бы, ругаться не с кем. Ну, может быть, каким-то магазинам, мне не особо нравится то, что мы пишем, возможно, у нас, допустим, была забавная история, она, по-моему, была как раз после того, как мы уже с тобой встречались, вот, в начале года, мы выпускали большое исследование по диспутам на Кракене, вот, и я не знаю, может, опять же, так совпало, но после того, как мы исследование выпустили, буквально через неделю на площадке закрыли точное количество сделок, ну, в общем, убрали метрики, по которым мы вычисляли количество диспутов на площадке. Там мне, на форуме, конечно, мне там писали магазины, как там, ну, грубо говоря, мы просто показали магазины, у которых 100% неноходов, представляешь, то есть у человека там 500 сделок, и он, грубо говоря, ни разу не продал наркотики, то есть люди ничего не нашли, и они пишут, вот, вы не знаете, какая у нас была ситуация, как бы они мне это пишут, зачем-то мне пытаются объяснить, какая у них была ситуация, то есть, ну, Ситуация, что вы мошенники изначально создали, а может и сама площадка имеет 2-3-5 таких магазинов, и все, ну, пожалуются, окей, решат половину процентов диспута в пользу там покупателей, и все, а остальным скажут, как, ну, вот мне знакомый говорил, что они любят говорить, что, ой, не, вот за эту, извини, не вернем вот за эту покупку, потому что очень проверенный, доверенный, хороший магазин, ну, при всем уважении, вот за эту не вернем, вот за две тебе вернули, а за одну не можем, вот, ну, хотя не на хода три, допустим, три не на хода, вот за две вернули, потому что, ну, явно шок мошеннический, а не, за это ты извини, не вернем, вот, поэтому я вполне допускаю, что площадки наркотические зарабатывают себе средства дополнительные, в том числе и такими способами, ты не думал так? Слушай, вот именно смотри, опять же, что считает площадка, то есть именно владелец площадки создает какие-то фейковые магазины и денежку зарабатывает, я думаю, вряд ли, какие-то, может быть, возможно, опять же, это допущение, что люди, допущенные к площадке, да, например, возможно ли это, да, почему нет, то есть он примерно понимает, как это, ну, сколько этот магазин отработать может, да, сколько он денег с него поиметь может, и как бы, ну, это может в принципе сделать любой человек, то есть гипотетически, допустим, если я открою магазин, я могу то же самое делать, понимаешь, то есть от этого в целом, тут уже зависит от того, насколько у них алгоритмы проработаны для борьбы с этим, то есть, ну, допустим, на той же Гидре, там всякие вот эти фишинговые, скамшопы, они прям довольно быстро отлетали в баны, безжалостно, вот, здесь я, ну, к сожалению, я не знаю, но мне хотелось бы верить, что слишком это мелко, понимаешь, там, опять же, есть такие у нас, у нас в боты обращаются, там вот по поводу ссылок, постоянно, пишут там, вот нас там те ограбили, нас те ограбили, там вот, вот там любая площадка name, они специально нас грабят, сами меняют там пароли, а по факту просто человек, ну, не соблюдает какую-то банальную гигиену, да, цифровую, лазит по всяким непонятным местам, хватает фишинг, о котором может он там не знать месяцами, да, потом он заходит на площадку, переводит деньги, у него их забирают, и как бы, ну, на этом очень много людей кормится, я такие видел качественные фишинговые сайты, что ты на него смотришь, ну, господи, он идеальный вообще. При росте 300-350 процентов, как мы ранее с тобой выяснили, да, госполитика по отношению к этому изменилась как-то или нет? Ну, я понимаю, что сейчас не до того, там, внутренние и внешние враги, выборы на носу, и, наверное, всем не до того. Я знаю, что после некоторых, вот мыс, я помогал писать некоторым людям статьи, и после выхода этих статей, как бы, к этим людям, ну, обращались сотрудники, и, как бы, спрашивали, все ли у них хорошо, то есть, ну, не очень нравится, потому что то, что, ну, то, что показывает наша статистика, очень сильно расходится с тем, что показывает в ежегодных отчетах МВД, да, потому что, ну, за прошлый год, я не помню, говорили мы, не говорили, там, порядка 90 тысяч уголовных дел было, да, по 228, и, как бы, ну, посадили кучу людей, вот, что-то это изменило? Нет, не изменило, стало, стало хуже, да, стало хуже, потому что, ну, бороться, опять же, я буду это постоянно везде повторять, из раза в раз, что бороться, сажая потребителей, и сажая курьеров, как бы, ну, это бесполезная история, это просто бесконечный конвейер, допустим, тех же курьеров, опять же, ну, вот, их сажают, хорошо, их там на огромные сроки сажают, то есть, людей сажают там на 8, на 15 лет сажают, молодых пацанов там 18, 15, 16 лет, я не говорю, что они не виноваты, конечно, они, ну, как бы, они свой выбор сделали сознательно, сами пошли туда, но, просто, что это изменило? Его посадили, вот, клад стоил 800 рублей, теперь его посадили 20 человек, теперь клад стал стоить 1000 рублей, что мы получили по итогу? Мы получили ровно тех же кусток, такое же количество курьеров, как было, просто которые получают чуть больше денег, и из-за этого наркотики стоят чуть дороже, и из-за этого те, кто их продает, еще больше зарабатывают денежек. А расскажи немного про свое исследование, это про неноходы, вот, я просто видел, что ты его выпускал, там, собирался прочесть, но так руки не дошли, в двух словах для наших зрителей, оно у тебя на канале есть, я так понимаю, Да, да, у меня есть, оно называется, бывают ли магазины без неноходов, ну, в целом, просто, знаешь, как мы нашли там некоторые метрики, то есть там, почему оно вообще, если это исследование получилось, то есть там была такая возможность, было посмотреть общее количество сделок магазинов, и было общее количество оценок, эти два, две цифры, они были, ну, точными цифрами, и, соответственно, мы посмотрели, что они не совпадают, и, как бы, я пообщался, ну, попросил, как бы, благо меня читают разные люди, я попросил людей с площадки Кракена, ну, как бы, объяснить, в чем проблема, и они мне объяснили, что вот эта разница, это как раз и есть те магазины, то есть, отзыв без оценки, это отзыв, отставлены после диспута, то есть, да, там, ну, не всегда это не на ход, это может быть какое-то уточнение, но это проблемный заказ, в любом случае, какой-то, да, то есть, какая-то проблема у человека была, и мы, собственно, сели считать, и, то есть, в целом, там, на самом деле, картина довольно была, ну, такая странная, то есть, да, топовые магазины, которые, там, ну, сетевые, вот эти большие, огромные магазины, у них в среднем, там, процент неноходов от 10 до 20 колебл, ну, колебался, было довольно большое количество магазинов, которые, ну, в основном, короче, вот все магазины, у которых, там, 100 процентов неноходов, 90 и так далее, это там, у них очень мало сделок, там, типа, 100, там, 200, там, ну, очень-очень мало, точные цифры, вы можете посмотреть на канале, я не помню уже, вот, были магазины, там, с 8, ну, довольно большое количество магазинов, которые работают, знаешь, которые, как и заявляют, в модераторах диспутах, что там от 3 до 8%. Таких, да, довольно много магазинов, но много и других всяких разных. Ну, в целом, наверное, по больнице 10-15%. А на Гидры сколько было или неизвестно уже? Вообще, там невозможно... Точнее, можно было бы, наверное, посчитать, но для этого нужно взять все отзывы с Гидры и посмотреть, как бы, что там было. Отзывов всех с Гидры, к сожалению, у меня нет. Если кто-то мне их принесет, продаст, подарит, я буду вообще несказанным признателем, потому что у нас есть какие-то куски разрозненные. У меня лежит порядка, наверное, 300 гигабайт данных с Гидры всяких разных, но к сожалению, отзывов у меня нет полных, а без них тяжело как бы. Потому что отзывы, на самом деле, это очень такой хороший показатель продаж, на самом деле. И вот у меня есть цифра, сейчас я тебе скажу по поводу отзывов. Смотри, то есть не каждая сделка на площадке заканчивается отзывы. Многие люди просто, грубо говоря, он нашел свои наркотики и все, он пошел их употреблять и ему пофиг вообще на эти отзывы. Отзывы появляются либо, когда плохо, то есть, либо когда человек просто ответственный, скажем так. Опять же, магазины же многие мотивируют оставлять отзывы, то есть какие-то купоны предлагают, какие-то скидки там предлагают, розыгрыш. То есть они всячески мотивируют, потому что для них пятизвездочные отзывы очень важны. Потому что однозвездочные, как бы, человек придет оставить. Ну, это как бы обычно, как на Яндексе, как в любой, в принципе, штуке. То есть хороший отзыв не каждый пойдет писать, но плохой пойдет писать каждый. Ну, знаешь, еще люди пишут, короче, сто процентов пишут плохие, да, и еще прям пишут, вот как в недвижке, образно, когда начнется кризис какой-то, то есть просядет средний сегмент всегда, самая высокая останется при своих, либо еще подорожает, и самая низкая по цене, потому что детям, студентам, там, в любом случае будут брать, там, иммигранты и так далее. И точно так же с отзывами ситуация, то есть когда плохо человек напишет, и напишет, когда очень хорошо, прям, когда его впечатлили, он на радостях такой и так далее. Ну, ответственный-то там уже другой момент, да, но вот средняя категория, она, наверное, и здесь, и в отзывах тоже выпадает. На самом деле отзывы, типа вот, я читаю, у меня канал есть с отзывами, да, специальными, которые мы публикуем, ну, просто интересные всякие, но поэтому я так периодически сижу, мы когда выгодчики делаем... Я читал, там, давно читал, у меня не попадался что-то, я вряд ли отписался, но читал, там, ржал, там, такие ржачные, короче. И комментарии твои, типа, переквалифицировался, там, в землекопа, ну, там, ржачные, реально. Да, да, да. И то есть самые интересные, на самом деле, комментарии, это, ну, типа, вот, единички, двойки, тройки, это с точки зрения именно истории, это самое интересное. То есть, ну, четверки, пятерки, вообще, ну, их практически в 99% случаев неинтересно читать, они там, обычные. А вот, чем хуже дела у человека обстоят, тем у него больше таланта, знаешь, литературные открываются, то есть, там, такие просто огромные просто портянки. У нас там был отзыв, на четыре картинки мы его еле поместили, но там просто была такая история грустная, что там очень хотелось ее прочитать. И вот смотри, в общем, что у нас получается по отзывам? У нас, мы примерно, исходя из своей, как бы, ну, статистики, скажем так, коэффициент определенный, вывели там, соотношение сделок к отзывам. То есть, это у нас, отзывы для нас, это еще один инструмент, ну, проверить, скажем так, правильно ли они показывают свои сделки, отображают или неправильно, да. Ну, он в среднем, он от площадки к площадке колеблется где-то от двух и трех до, на две целых тридесятых до трех где-то. То есть, на каждый, на один отзыв приходится от двух целых трех десятых сделок до трех примерно. И вот. И, соответственно, смотри, вот на Белэкспруте, например, сейчас около, ну, два миллиона четыреста отзывов примерно. На два и трех множ, но почти пять миллионов. Почти, нет, почти восемь, почти восемь у нас получится. Подожди, на три умножить почти у нас получится восемь, да. У Кракена, например, сейчас два миллиона отзывов ровно. Ну, там, два миллиона пять тысяч отзывов, скажем так. Умножить, опять же, там, на два с половиной. У Кракена там от двух, от 2,3 до 2,6 цифра была в разные месяцы. Соответственно, тоже к пяти миллионам получится. Тот же Солярис, ну, как бы, это площадка, которая уже, в принципе, загнулась окончательно. То есть, мы ее практически уже не собираем. Там осталось 350 магазинов. Ты сказал вот к этим ребятам, к каким-то там, которые там, с которыми ты делился статистикой и так далее, там, звонили, приходили и вызывали, возможно, к тебе. Слушай, нет. Ну, в целом, вот, скажем так, вот мне удивительно, на самом деле, но вот прям негатива какого-то в мой адрес, именно как в адрес писателя, да, как бы следователя, нет. Нам, мне часто, нам часто пишут в обратку, наоборот, слова такие, что спасибо, типа, за то, что вы делаете, очень интересно читать, там, ну, какие-то глаза открываются на то, собственно, какая вообще ситуация в России. То есть, у меня был тут недавно, не лекция, скажем так, в аудиоформате, скажем так, попросили рассказать нашим коллегам с ближнего зарубежья, собственно, про ситуацию, и вот я, как бы, обратную связь получал, что для них вообще было шоком, что существуют, собственно, вообще закладки, и что это, ну, насколько это распространено на самом деле. То есть, старшее же поколение, ну, оно сейчас, как бы, понимают в целом, ну, там, какие-то чуваки роют в земле, а уже все понимают, что это такое, да, но масштаб все равно трагедии-то, они не все понимают, потому что для них же все равно наркотики, во-первых, это все одно и то же, во-вторых, все-таки, ну, они из своего, своей молодости какой-то помнят, что все это из рук в руки происходило, да, вот как-то так, и это было сложно, а сейчас это не сложно абсолютно стало, и с каждым днем это все проще и проще становится. Ну, короче, мусора тебя не дергали, ты утверждаешь. Нет, ну, писали пару-тройку раз, опять же, я же не могу их верифицировать, потому что он же не будет мне с удостоверением, мне фотографии присылать там свою с диздатой. Ну, писали несколько раз, просили какие-то там вещи помочь, но у меня тут моральная дилемма, понимаешь, с одной стороны, как бы мне в целом, я за равный доступ к информации вообще всем, то есть то, что мы выкладываем в открытом доступе, пожалуйста, может любой брать и использовать. Я не знаю, кто как это использует, информацию будет, и мне в целом меня это не волнует, я считаю, что должна быть свобода слова, то есть если я это посчитал, нужно выложить, кто это использует, и как это уже его личное дело. Вот, но, скажем так, давать информацию и сажать людей, допустим, из-за этого, ну, мне морально будет сложно это сделать, если я прям знаю цель этой информации, мне будут просить ее, ну, я не знаю, как это сделать, то есть а как я потом спать буду. Ты сказал про другие страны и так далее, а где хуже сейчас ситуация, или вообще, вот как можно охарактеризовать мировую ситуацию продажи наркоты в интернете? Ну, не в интернете, а в целом дистрибуции, да? Понятно, что там Колумбию и образно международный наркотрафик там мы рассматривать не можем, потому что там объемы тонны и там десятки тонн, все это идет на высших всяких уровнях коррумпированности либо госвласти, ну, а в целом я имею в виду ритейл продажи, да, в странах, где нет легалайза, ну, особенно легалайза, там, тяжелых наркотиков, что ты можешь сказать о месте России в мировом ритейл-рынке продажи наркоты? Смотри, опять же, вот я, допустим, знаешь, вот чего я точно не знаю, я не знаю, допустим, ситуацию с наркотиками в Индии и в Китае, да, вот для меня лично это было бы очень интересно посмотреть, но я даже не понимаю, с какого края, как бы, допустим, к тому же Китаю подступиться и посмотреть, ну, то есть не может быть, да, в стране с населением там за миллиард не быть наркотиков, каких-то там проблем с ними, ну, не бывает так, но именно как начать даже, я даже зацепиться не знаю за что, потому что... Ну, ладно, рынки, это я понял, эти рынки hard to understand, там, hard to know, а вот те, до которых ты можешь дотянуться? Ну, например, слушай, ну, допустим, если со Штатами, например, сравнивать ситуацию, да, у нас разные ситуации, прям сильно разные, то есть, если у нас проблема, ну, прям эпидемия, я бы сказала, она мифедроновая больше, да, то есть, прям это повальная штука история, то есть, если человек пробовал наркотики, то с вероятностью, там, процентов 50-60 он пробовал мифедрон точно, вот, или употребляет вместе с травой, вот, а в Штатах же история там немножко другая, у них там фентанил и, ну, в общем, опиаты их производные все, плюс всякие легальные заменители, типа, адрала и так далее, ну, то есть, амфетамины и так далее, то есть, в целом у них сама система построена, то есть, если у нас купить, ну, там, получить рецепт на какие-то, допустим, опиоидные, да, препараты, невозможно вообще практически, то есть, у нас нет ни заместительной терапии, ничего такого нету, у нас практически невозможно, и у нас, ну, тот же метадон, поэтому он у нас вот продается в Даркнете, да, и довольно дорого продается. В странах, где есть заместительная терапия, соответственно, употребляют его в Штатах, вот именно я последнее, что много читал и смотрел, как раз там, прям с фентанилом, с какими-то там непонятными вообще кустарными наркотиками. Ну, оксикодон там эти опиаты. Оксикодон, оксикантин, да, ну, собственно, это вот все, что-то, вот эти всякие доны ины в таблетках, это, в принципе, это те же самые наркотики, просто выпускаемые фармкомпаниями в каких-то более маленьких там концентрациях, дозах, но от этого как бы суть проблемы не меняются, то есть у них там прям повальная эпидемия с опиатами, у нас эпидемия с эйфоретиками, но, допустим, как бы что хуже, что лучше, слушай, я не знаю, я не могу сказать, это слишком сложная моральная штука, потому что там от опиатов, ну, банально, люди очень быстро умирают там у них, ну, тот же кофеат, в основном, причем как бы не столько от самих опиатов скорее, а, наверное, скажу, скорее от передозировок этими опиатами, потому что, ну, тот же фентанил, это героин X100, то есть дозировка там сильно меньше, есть еще карфентанил, который еще сильнее, чем фентанил, там, в 100 раз так же, или там в 1000 раз, я не помню, то есть там очень маленькие дозировки, и велик шанс, ну, шанс, что ты просто умрешь от нее. У нас же, допустим, тот же Мефедрон, он тебя физически, он тебя, ну, как бы моментально, там, или в какой-то быстрый промежуток времени он тебя не убивает, да, при, ну, скажем, при схожем паттерне поведения, поведения, употребления, там, допустим, вот как у нас основной паттерн употребления, это я, опять же, опросы на канале проводил, ну, там, на соседнем канале, скажем так, с опросами, там довольно много народу проголосовало, то есть это в целом употребление обычное, это, вообще, в целом, у меня портрет пользователя из наркотиков, как бы, у меня уже есть довольно четкий и понятный, то есть это, там, молодой человек, там, 22, там, 34 года, живущий где-то в ЦФО, вот, употребляет, там, первым наркотиком у него была марихуана, употребляет эпизодически, употребляет где-то раз в неделю, ну, точно на выходных, да, да, там, пятница, суббота, употребляет в основном шишки и Мефедрон, вот. Вот это типичный представлен, как бы, типичная картина потребителя наркотиков в России, вот такого плана. Их же еще не видно, этих людей, то есть, ну, если раньше, грубо говоря, вот человека, который употребляет систематический опят, его видно, да, то есть ты не сможешь скрыть, тогда скрыть свое поведение. А с Мефедроном, с, там, с кокаином, с амфетамином, ну, собственно, с этим, со всеми порошками, ну, это можно скрыть, то есть ты можешь пятницу, субботу, там, сидеть, употреблять, а в воскресенье отлежаться, в понедельник пойти на работу, да. Вот, и опять же... Ну, вот все говорят, в том числе наш доктор Лазарев, мы его снимаем часто на эту тему, он сказал, вот год мы тоже с ним не видели, он сказал, что аудитория помолодела, в основном все на Мефе, аудитория сильно помолодела, если раньше, там, ну, таких опиушников, это 27-32 года, вот, ну, такие ближе к 30, то сейчас, говорит, 20-22, то есть, ну, вообще не редкость, наверное, основной портрет сменился на 20-20 плюс лет, то есть, вообще, молодежь и все под Мефедроном, и это, конечно, еще он говорил, что, ну, тот же Меф, да, ну, и он, и там, на реке, которых я снимал, Мефедроновы, они говорят, что, типа, ну, полгода и пизда, то есть, ну, такое, такие уже изменения для психики могут произойти, что все, что человека нужно учить, чуть ли не заново есть, социализировать его, все навыки теряются, прям, что ты об этом скажешь? По поводу от полгода, тут нельзя однозначно говорить, потому что я знаю людей, которые, там, несколько лет употребляют, и они живы, да, и знаю людей, которые за 2-3 месяца превращались, там, вообще в отбитого овоща именно морально, то есть, не физически то, что у него там все отвалилось, а именно морально, он никакой останавливается. Там, мое мнение, это, что это сильно очень зависит от, когда ты вошел в каком состоянии туда, да, чем вообще эйфоритики очень сильно прельщают, они, ну, то есть, они сильно очень быстро поднимают твое моральное состояние, и, допустим, если ты счастливый человек, ну, это, опять же, это чисто мое субъективная такая теория, да, вот если ты счастливый человек, у тебя в жизни все хорошо, ты, скорее всего, попробуешь мюфетрон, и он тебе, ну, не особо зайдет, потому что у тебя и так все хорошо в жизни, а если у тебя все в жизни ужасно, плохо, да, там, то есть, ты не можешь, там, допустим, общаться с людьми по каким-то причинам, у тебя какая-то неуверенность в себе, у тебя проблем куча в жизни, ты просто нюхаешь порошок, и у тебя там хопа, и нету тебя проблем этих, да, ты, у тебя подъем от этой эйфории сильный, ты, прям, тебе классно, 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 но тем больнее тебе обратно – в обратное состояние возвращаться. То есть, когда ты, если, ты вот живешь, в обычном состоянии, нормальный, вот, ну, принял, у тебя чуть приподнялся уровень, там, гормонов, и опять припал, и у тебя все хорошо, а если он у тебя все время на дне, на дне, у тебя он поднялся очень сильно, и потом также рухнул обратно резко. Тебе жить не хочется в этот момент. И такие люди, мне кажется, максимально быстро в эту сеть попадают, и они уже обратно никогда не выберутся. А если мы опять же берем о том, что я согласен с доктором, что сильно молодеет, это опять же я вижу по аудитории телеграм-каналов, я вижу в целом это видно. То есть по всяким репортажам. Представьте, молодой парень или девушка, которая 14 лет, у него психика, она только формируется вообще. То есть у него нет никакой психики по факту еще каких-то паттернов, сформировавшихся поведение и все остальное. И если он свою психику строит на употреблении наркотиков, то, конечно, у него к 20 годам ее не будет. Это будет, знаешь, такой старичок в 20 лет, который вообще ничего уже не радует. Он ничего не хочет, ему ничего не надо. Он не понимает, какие есть радости в жизни, кроме употребления наркотиков. И тогда, естественно, конечно, спустя там, в любом случае, я думаю, не больше двух-трех лет, там, проблемы со здоровьем нагонят. То есть это там почки, печень, ну, собственно, желудок, у кого что там, куда. Ну, все это будет. Зубы отвалятся сто процентов. Кстати, по поводу молодых людей, тут вот прям буквально я... Недавно новость была интересная, ну, как бы она интересная, страшная. Там молодого парнишку, там, короче, девятый класс, по-моему, парень, судили, то ли 8, то ли 15 лет ему дали, и на его приговор привели всех, всю его параллель, чтобы показать им, как бы, что бывает. Не слышал новость такую? Вот. Ну, то есть, как бы, с одной стороны, страшно, а с другой стороны, вот, думаешь, а может быть, ну, это действительно какой-то, ну, здравый способ показать, что будет. То есть, они вот смотрят, ты знаешь, когда ты читаешь новости, там, там, посадили кого-то, посадили кого-то, ну, посадили, посадили. А тут ты видишь, как судья зачитывает приговор вот твоему однокласснику, и ты его больше никогда не увидишь просто. Мне кажется, прям вот такой кейс здравый, наверное, в каком-то, в какой-то мере. И тут же следом я читал новость, что задержали парнишку, по-моему, в Беларуси, кстати, в 9 часов вечера, 15 лет парню, задержали, в телефоне были координаты, пошли по координатам, 200 грамм амфетамина. 15 лет парню. Когда он выйдет? Никогда он не выйдет, по-моему, да? Последний вопрос тогда уже на сегодня, тут и в капюшоне, и в маске нашей горячо любимой. Гровер в такой по Таиланду, он наш друг. Да, да, я видел, я читаю. Заходит в кофешоп и покупает прямо в ней. Я думал, это Степ какой-то, не смотрю. Вот. И последний вопрос, почему, если там иностранных правоохранителей, которых ты недавно консультировал, так удивляет вот это состояние наркорынка, закладки и так далее в РФ, да, почему тогда в этот столь наивный рынок и т.д. и т.п. не лезут наши такие эти киты, там, четыре этих, пусть три площадки? Они понимают, что им пизда сразу, там, Европол, Интерпол, ФСБ, ЦРУ, ОНБ, Homeland Security, NSA и прочее включаются в игру? Или почему? Или не лим и так хватает? Или есть какие-то другие причины, на твой взгляд? Многие площадки из топов, они, допустим, в Беларуси, в Украине, в том или ином виде они работают. Ну, это понятно, что меньше сильно, но работают. Если мы говорим про СНГ, то, скорее, экспансия будет. Я прям уверен, что там и Казахстан, ну, то есть, ближний СНГ 100% будет. Будет почему? Потому что и потребители частично те же, ну, допустим, те же мигранты, да, из ближнего зарубежья, они у нас здесь к этому привыкают, потом на родине могут это, кто-то захочет спроецировать, кто-то будет понимать, ну, то есть, там привыкнут, в том же Казахстане, например. Почему в Европу, допустим, не лезут, и, ну, тем более уж в Америку, потому что, во-первых, наркотики немного разные, опять же, как мы говорили немножко ранее, да, допустим, сами с теми же штатами. Ну, допустим, мифедрон, я не знаю, вот сколько я смотрю исследований, читаю, я не вижу, чтобы он был особо популярный. Вот, допустим, даже Альфа, она вот в Великобритании почему-то снискала популярность, она там называется флака, вот, и как бы ее юзают там, но, опять же, юзали, наверное, скорее правильно будет сказать, юзали, пока она была легальная, или полулегальная, там какая-то, как и мифедрон. В Штатах, ну, я не знаю, ну, там другие наркотики популярны, и самое главное, ну, во-первых, это деньги, да, то есть, ты же видел сам историю с гидрой, то есть, как только деньги, там, отмывание денег и все остальное, то есть, как только деньги выходят за пределы России, их там заберут, ну, потому что там, в отличие от нас, там умеют закрывать площадки, то есть, мы с тобой в предыдущий раз говорили об этом, что дедосят, какие-то там цепочки проводят, и в целом закрывают, там, цикл жизни площадки, там, полгода, год, ну, может быть, полтора от силы, да. У нас же, вот, опять же, мы то, что мы исследование переводим, гидра считается самым долгоживущим маркетплейсом в мире по продаже наркотиков, и самым большим. Еще один момент, ну, как бы, с деньгами понятно, то есть, да, не хотят связываться с правоархалитыми органами Сентерпола, да, и с прочими, из которых ты перечислил. И второй момент, более приземленный, прозаичный, никому нафиг, никто не будет нафиг копаться в земле, никаких прикопов нигде, ни в Европе, ни в Америке, им нахрен это не надо. У них есть почта, они все ввозят по почте, отправляют по почте. А когда ты делаешь это по почте, то, ну, зачем тебе маркетплейс этот нужен, для чего? То есть, у тебя свои, у них там форумы, у них там все истории эти есть, им намного удобнее работать так. Ну, опять же, ты, если помнишь, не знаю, помнишь, не помнишь, у Гидриджа был проект, на который они собирали инвестиции в биткоины. Да-да-да. Вот, как бы, не прожило, после этого проекта, недолго они прожили в целом, поэтому, я думаю, никто не хочет лезть. Там есть пара маркетплейсов, которые, вот именно на СНГ рынок хотят уйти, то есть, там Trust, по-моему, маркет был, они заявляли, что они хотят, ну, они поняли, что им в РФ-сегменте ловить нечего, то есть, они не смогут конкурировать, да, с топами, и они вроде бы собирались уйти вот на СНГ-шные рынки, но пока что-то я не смотрел, честно, не проверял, что у них там получилось, не получилось. На СНГ развитие 100% будет, а на Европу и на мир, да нет смысла. Опять же, если удастся, значит, понимаешь, прежде чем туда что-то отправлять, нужно, чтобы там тот же Мефедрон и Альфа стали популярными, вот, потому что, грубо говоря, это добро все производится у нас здесь, вот, Украина, Россия, поэтому, если не будет спрос, то, может быть, каким-то способом, опять же, им не обязательно расширяться, они могут туда просто оптовые поставки делать, но это будут делать производители, это вряд ли будут делать площадки сами. Спасибо большое, освежили рынок, да, не увлекайтесь наркотиками, вот. Наркотики зло, как доктора говорят, да, вот за, и Дарк Метрикс сейчас вот подтвердил, что от Мефа того же и так далее, вы даже за 2-3 месяца, кому-то нужен дольше период, а иным достаточно и 2-3 месяцев употребления, чтобы превратиться в овощ. И ваша жизнь, как говорилось, уже никогда не будет прежним. Подписывайтесь на его канал, читайте исследования, вот, и если вы представите каких-то спецслужб, возможно, западной страны, да, можете подкинуть заказик какой-то на исследование, либо денег просто, и рассказать, если вы журналист, в том числе, рассказать своим аудиториям западным или, там, не знаю, избирателям своим, что вот такая вот штука происходит, и как не допустить ее у нас. Вот, обнимаю всем, подписывайтесь на мой канал, на Дарк Метрикс, Телеграме, до новых встреч, пишите вопросы свои, может, еще что-нибудь с ним, обнимаю, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok